Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Ирак Летушпо предложил обсудить повестку дня, которая станет предметом переговоров в Женеве. Для абхазской стороны, как и прежде, наиболее актуален вопрос подписания документа о международных гарантиях неприменения силы. Долгие годы из-за крайне деструктивной позиции одного из участников процесса, в частности Грузии, мы фактически топчемся на месте и не видим каких-либо ощутимых сдвигов и результатов в этом направлении. Тем не менее, мы сохраняем оптимизм, мы продолжаем участвовать в женевских дискуссиях, несмотря на то, что, скажу вам откровенно, в нашем обществе уже бытует такое некое разочарование этим процессом, так как люди не видят каких-либо конкретных результатов, особенно в политической плоскости. Но, повторюсь, мы намерены продолжать эту работу, так как женевский формат является единственным для нас международно признанным форматом, в котором абхазская сторона принимает свое участие наравне с другими крупными игроками. Кроме того, Ирак Летужба подчеркивает, что Абхазию беспокоит наращивание вооружения в Грузии, что не способствует стабильности в регионе. Мы неоднократно выступали с заявлениями, в которых расцениваем как прямую угрозу собственной безопасности военные учения, которые носят регулярный характер и проходят на территории Грузии под эгидой НАТО, в которых задействуется большое количество воинских формирований с применением тяжелой техники, авиации. Мы также обращаем очень серьезное внимание и выражаем свою озабоченность участившимися случаями входа в акваторию Черного моря американских боевых кораблей, которые несут на своих бортах в том числе и ядерное вооружение. Мы считаем, что все эти меры лишь усугубляют ситуацию и способны привести к новому витку напряженности. Со своей стороны мы вынуждены адекватно реагировать на все эти угрозы собственной безопасности. Единственный способ, который у нас есть, мы будем продолжать наращивать свое военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, так как это наш стратегический партнер и гарант безопасности нашей республики. Также он отмечает положительную динамику в борьбе с коронавирусной инфекцией. Говорит, что пик заболеваемости пройден. Представитель Европейского союза по вопросам Южного Кавказа Туева-Клар заметил, что пандемия, которая повлияла на проведение женевских дискуссий, идет на убыль. Вы начали действительно с комментариев относительно ситуации с глобальной пандемией, с этим вызовом, который перед всеми нами стоит. И мы действительно надеемся, что эта самая пандемия, которая повлияла на международные женевские дискуссии в значительной степени, сейчас все-таки сокращается в масштабах и позволит нам вернуться к регулярной и привычной нам манере функционирования самих дискуссий. И действительно, Евросоюз был очень рад, что нам удалось профинансировать ряд проектов Организации Объединенных Наций, которые были здесь осуществлены, которые были направлены на борьбу с COVID-19. И нам действительно очень важно обсуждать весь спектр вопросов и все сферы, относящиеся к повестке дня международные женевские дискуссии, которые, конечно же, включают вопросы, связанные с безопасностью и гуманитарные вопросы. Спецпредставитель ОБСЕ Анника Содер, для которой визит в Сухум, стал первым. Сказала, что рады находиться в столице республики и участвовать во встрече. Для нас, трех сопредседателей, очень важно использовать максимально возможности, которые предоставляют женские дискуссии, для того, чтобы найти пути для стабильности и решения, которые позволят улучшить жизнь населения, пострадавшего в результате военных действий. Я считаю, что это очень важная площадка для встреч, для всех соответствующих заинтересованных сторон. И я согласна с вами, когда вы говорили относительно роли МНПО и агентств ООН, которые они играют в регионе. Спецпредставитель ООН Азат Лачинян высказал свою радость в связи с тем, что в Абхазии движутся в нужном направлении в борьбе с COVID-19, и это дает результаты. Мы хотели бы также выразить благодарность вам за ваше сотрудничество, за отношения и за сотрудничество, в частности, с Всемирной организацией здравоохранения, со всеми МНПО и агентствами ООН в борьбе с COVID-19. Мы с уважением относимся к демонстрируемому вам и к вами сотрудничеству. И также хотелось бы сказать, что Международное сообщество готово продолжить оказывать вам поддержку в этом отношении. Еще раз спасибо за эту самую поддержку и за сотрудничество. Очередной раунд женевских переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 24 и 25 марта.